О войне на Донбассе наконец-то заговорили в международных судах. На этой неделе в суде ООН Украина представляла свои аргументы по иску против России. Сообщения об этом процессе каждый день были в новостях, но вот один момент. Все-таки до сих пор он непонятен. Международные суды быстро не работают. И как долго Украине придется ждать хоть какое-то решение по этому делу, не получится ли, как с безвизом, получение которого уже не первый год откладывается. Эти вопросы я задам Елене Зориной, которая наблюдала за процессом в международном суде ООН. Лена, приветствую. Скажи, чем же закончились эти первые слушания и чего ждать дальше? Когда будет хоть какой-то результат? Леш, скажу сразу, это процесс надолго. Состоялись только самые первые публичные слушания в этом деле, с помощью которого Украина пытается привлечь Россию к юридической ответственности, причем на самом высоком международном уровне. Вот интересная деталь о том, как Россия спонсирует войну на Донбассе, слушали во Дворце мира. Именно так называется здание Международного суда ООН. Четыре дня в Гаге по очереди выступали представители обеих стран. Украинская делегация рассказывала об обстрелах мирных жителей Мариуполя, Краматорска, Авдеевки, а еще об обстрелянном боевиками автобусе под Волновахой, сбитом малазийском Боинге и ущемлении прав человека в оккупированном Крыму. Ответные заявления российской стороны были уже традиционно пропагандистскими. Говорили о перевороте в Киеве, войну на Донбассе назвали гражданской, а наличие у боевиков тысяч единиц самого разного оружия объясняли тем, что они попросту нашли его в шахтах. Ну и дальше больше, мол, не важно, кто поставил бук, из которого и был сбит малазийский лайнер, важно, что он был нужен для защиты от украинской армии, и что крымские татары довольно неплохо себя чувствуют на оккупированном полуострове. В последний день россияне и вовсе заявили, суд в Гаге не должен рассматривать это дело. Разбираться между собой должны две страны, то есть Украина и Россия. И в этом как раз весь смысл происходящего. С одной стороны, представители России пытаются доказать, что это якобы внутриукраинский конфликт, а значит, мол, суд ООН просто не должен им заниматься. А с другой стороны, они хотят повторить в суде то же самое, что им уже удалось в 2008 году поиску Грузии, обвинявший российские власти в дискриминации грузинского населения на территории Абхазии и Южной Осетии. Тогда суд вынес решение, выгодное Москве, постановив, что стороны не исчерпали все возможности решить проблему между собой и отказался рассматривать дело по существу. Кстати, двое нынешних адвокатов России защищали ее интересы и в процессе поиску Грузии. Министр юстиции Украины Павел Петренко уже заявил, что нынешний суд может растянуться на срок до 7 лет, но уже в этом апреле, в первые недели месяца, может появиться промежуточное решение. Украинцы потребовали ввести в отношении России временные обеспечительные меры для того, чтобы получить порядок на границе, остановить поставки оружия и другой помощи боевикам, а также снять запрет на работу в Крыму меджилиса крымско-татарского народа. Международный суд ООН применял подобные временные обеспечительные меры уже в десятках дел, так что шансы Украины получить позитивное решение достаточно высоки. Алексей. Ну что ж, будем надеяться, что это решение действительно будет позитивным. Все-таки Украине очень не хватает хороших новостей, особенно Запада, правда ли? И Аназорина была с нами на связи. Спасибо, коллега, за работу. Продолжение следует...